В середине 20 века процессе поисков нефти в Сахаре. Ливийцы обнаружили нечто столь же ценное для себя – нубийский водоносный слой. Это крупнейший из известных в мире подземных источников ископаемой пресной воды, находящейся в восточной части пустыни Сахара. Территория нубийского водоносного слоя простирается на площади более 2 миллионов квадратных километров и охватывает границы четырех стран в северо-восточной части Африки. Запасы этого источника воды поистине огромны и исчисляются тысячами кубических километров. В 1960-х годах возникли первые идеи о создании гигантской ирригационной системы. Но реализация проекта началась только в первой половине 1980-х. Муаммар Каддафи инициировал масштабные строительные работы. Ливийский лидер стремился извлечь воду из подземных источников и организовать ее транспортировку в северные города страны. Согласно наиболее оптимистичным оценкам, объемы обнаруженных запасов пресной воды должны быть достаточными на протяжении 4800 лет при условии ежегодной добычи до 1,5 миллиардов кубических метров воды. Реализация проекта была разделена на пять этапов. В ходе первого этапа был построен завод по производству огромных труб весом 80 тонн каждая, которые могли бы служить туннелями для автомобилей. В общей сложности было изготовлено более 500 тысяч таких труб диаметром 4 метра. И именно из них была проложена основная часть водопровода. Для того, чтобы проект «Великая рукотворная река» был осуществлен, в страну были приглашены специалисты ведущих иностранных компаний. Среди привлеченных экспертов были представители Соединенных Штатов Америки, Японии и Германии. Однако значительная часть работ в рамках первой фазы была выполнена специалистами из Южной Кореи. Перемещение бетонных труб осуществлялось по дорогам, специально проложенным для этих целей, общая протяженность которых составила более 3500 километров. Эти дороги были разработаны с учетом необходимости передвижения по ним тяжелой техники. В дополнение к этому, первая фаза включала в себя строительство трубопровода длиной в 1200 километров. Для укладки труб были вырыты огромные траншеи, поскольку водопроводная сеть должна была быть размещена на глубине до 6 метров. В ходе этих работ было перемещено около 85 миллионов кубических метров грунта. Общая стоимость первой фазы проекта приблизилась к 5 миллиардам долларов. На втором этапе, который начался в 1989 году, трубопровод был продлен до Триполи крупнейшего города и столицы Ливии, чтобы обеспечить его и прилегающие территории ежедневными поставками воды в объеме 1 миллиона кубических метров. На третьем этапе было осуществлено соединение между группой оазисов Куфра и Бенгази, являющимся вторым по величине городом в стране. В рамках последних двух этапов планировалось построить ветку к городу Табрук и объединить все элементы в единую систему вблизи Серта. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.